Налоговые задолженности погашены. В Дома-Тобовчан подано почти 130 миллионов кубометров голубого топлива. Как ранее убыточная организация «Водгазхоз» стала прибыльной, расскажет Юлия Савушкина. Сегодня организация обслуживает объекты газоснабжения в 263 населенных пунктах 9 муниципальных округов региона. В общей сложности деятельность «Водгазхоз» охватывает около 40 тысяч абонентов. Как тамбовские врачи перенимают опыт по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи в области лучевой терапии, увидела Олеся Павлова. В рамках нацпроекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» областным онкодиспансером было закуплено новое оборудование. С его помощью пациенты Тамбовской области могут получать высококвалифицированную медицинскую помощь, не выезжая в федеральные центры. Детские творческие коллективы из Новоайдара на Тамбовщине. На отчетном выступлении юных артистов побывала Елена Хромова. Творчество – это один из главных источников радости. Своими знаниями, умениями и навыками из разных видов творчества со зрителями делятся ребята из Новоайдара. Для них это своего рода первые большие гастроли, на которых они себя чувствуют настоящими артистами. Конкурс декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» подвел итоги. Работы победителей в материале Олеси Павловой. Все, что делается руками человека, всегда особенно ценно. И этот конкурс тому подтверждение. Все работы – это новые находки и идеи. Они оригинальны и просто прекрасны. Здравствуйте! В эфире «Область новостей» и в студии я, Полина Матовникова. В Тамбовской области реализуют сразу несколько крупных инвестиционных проектов в сфере тепличного овощеводства и мясного животноводства. Это лишь некоторые итоги очередного дня Международного экономического форума, который проходит в северной столице. Глава Тамбовской области Максим Егоров и генеральный директор группы Черкизова подписали соглашение, которое предусматривает строительство восьми свиноводческих площадок от корма на территории нашего региона. Четыре площадки планируют построить в Первомайском округе и еще четыре в Староюрьевском до 2028 года включительно. Сегодня Тамбовщина в тройке российских лидеров по производству мяса. Соглашение о строительстве новых производственных мощностей – это и увеличение производства мяса, и новые рабочие места, и рост налоговой базы. Поэтому мы будем всячески содействовать в реализации этого масштабного проекта. Для инвестора будут созданы максимально комфортные условия. Еще один крупный инвестиционный проект, соглашение о реализации которого область подписала на форуме – это новый этап строительства теплиц в Мичуринском районе. Мы выходим на третий этап строительства нашей самой большой теплицы в Российской Федерации, которая теплится под одной крышей, которая у нас находится в Мичуринской. Будет у нас дополнительно строиться 30 гектаров, к имеющейся 60. Планируемый объем инвестиций составляет 12,5 миллиардов рублей. Тепличный комбинат «Мичуринский» является одним из крупнейших предприятий в России по выращиванию томатов, сладкого перца, баклажанов и огурцов. Первые теплицы общей площадью 30 гектаров были запущены в 2021 году. В начале 2023 года площади увеличились вдвое. Общий объем инвестиций при реализации двух очередей проекта составил более 17 миллиардов рублей. После выхода всех очередей комплекса на проектную мощность предприятие станет одним из крупнейших современных тепличных комплексов по выращиванию овощей закрытого грунта в России. Также на форуме Максим Егоров принял участие в круглом столе повышения качества жизни в городах, инвестиций в городскую среду и инфраструктуру, который прошел при поддержке Дома РФ. Глава региона рассказал, как благоустроенные пространства трансформируют жизнь малых городов Тамбовщины и предложил включить в инфраструктурные проекты строительство больниц с обустройством прилегающей территории. «Если мы еще инфраструктурные наши проекты сможем направлять на такие мероприятия, мы их сейчас обсуждаем, так как строительство больниц, потому что тоже может быть и вокруг сразу будет расти агломерация по и новой строительству, потому что у меня есть город Кирсанов, там больница 19 века». Кроме того, в рамках форума были подписаны соглашения о сотрудничестве с Россельхозбанком и Банком ВТБ, а также с Ростелекомом и некоммерческой организацией «Больше, чем путешествия». Юлия Савушкина, Павел Юрасов, Анна Мусатова, Область новостей. Тамбовская область построит новый корпус больницы в подшефном Новоядарском районе ЛНР. До конца года тамбовские строители построят новый корпус больницы, разрушенный украинским режимом. Об этом глава Тамбовской области Максим Егоров сообщил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме. «Мы сейчас направляем более 500 миллионов рублей на снос и строительство нового корпуса больницы, который был разрушен Хаймарс. Мы его восстановим до конца года». Тамбовщина с первых дней проведения спецопераций на Украине оказывает активную помощь Народным республикам Донбасса. А с июля прошлого года взяла шефство над Новоядарским районом Луганской народной республики. Так тамбовские специалисты восстановили в районе школы и объекты здравоохранения, ремонтируют дороги. На постоянной основе в Донбасс из Тамбовской области направляют гуманитарные грузы. 50 луганских педагогов повысили квалификацию в Державенском университете. Тамбовская область стала первой в России, где реализован проект переподготовки психологов Донбасса. Налоговые задолженности погашены, задержки зарплат прекращены. В Дома Тамбовчан подано почти 130 миллионов кубометров голубого топлива. В службе газового хозяйства региона подвели итоги работы за минувший год. Как ранее убыточная организация «Водгазхоз» стала прибыльной в сюжете нашей съемочной группы. Бригада газовиков готовится к выезду в одном из уголков региона. Их уже ждут абоненты. Так в областной организации «Водгазхоз» начинается каждое утро. С собой весь необходимый инструмент и материал мы берем. То есть основной инструмент у нас, естественно, аппарат для сварки полиэтиленовых труб, ну и аппарат для сварки металлических труб. Остальное, в принципе, материал занимает место. Ну и бензогенератор без него никуда. Выезжаем на автомобиль УАЗ, который нам приобрели, наверное, года ему еще нет. Поступление новой техники и оборудования – не все достижения «Водгазхоза» за прошлый год. После смены руководства, которую инициировал глава региона Максим Егоров, организация погасила налоговые задолженности за прошлые периоды и, изменив подходы к работе, из убыточного предприятия стало прибыльным. Прекратились задержки зарплат сотрудникам, а это почти 200 человек. Многое изменилось в поддержке нашего губернатора Максима Борисовича Егорова. Он занимается, помогает нам. Закончили год с плюсом. Бюджет был направлен во все бюджеты в налоговые. Было направлено в районе 94,5 миллионов рублей. Это были оплаченные налоги. И в бюджет области было отправлено 7 миллионов. Это был доход. Доход был 13 миллионов. 7 миллионов напополам было отправлено в бюджет города. Здравствуйте, газосовы. Вы, Газос, проверим газооборудование? Профиль организации – транспортировка газопотребителям и техобслуживания объектов газоснабжения. Работают специалисты и в рамках программ по догазификации и социальной газификации. В частности, сотрудники предприятия заключили 1020 договоров на технологическое присоединение домовладений. Газифицировано 635 домовладений. Сегодня организация обслуживает объекты газоснабжения в 263 населенных пунктах 9 муниципальных округов региона. В общей сложности деятельность «Водгазхоз» охватывает около 40 тысяч абонентов. В год «Водгазхоз» транспортирует более 127 миллионов кубометров газа. В этом году объемы работы могут увеличиться. После ухода с рынка сторонних организаций, которые ранее занимались обслуживанием газовых сетей, предприятию передадут еще около 50 тысяч абонентов. Юлия Савушкина, Олег Осипов, Анна Мусатова. Область новостей. Тамбовские врачи принимают опыт по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи в области лучевой терапии. С новейшими методиками радиотерапии в современной онкологии их познакомил член Европейского общества радиотерапевтов и онкологов Александр Столбовой. Все подробности в материале моей коллеги Олеси Павловой. Александр Столбовой приезжает в Тамбовский онкодиспансер впервые и сразу с важной миссией. Познакомить тамбовских специалистов с новыми методиками радиотерапии в современной онкологии. Радиотерапия – это лечебное воздействие при злокачественных заболеваниях, которое обладает излечивающим эффектом. В современной медицине есть множество методик облучения, которые как ключики подбираются к каждой конкретной болезни. Она наиболее частый используемый метод, хотя не всегда она используется самостоятельно. Она используется вместе с хирургическими операциями и вместе с применением противоопухолевых лекарств. Но, учитывая это обстоятельство, это, пожалуй, самый частый метод лечения. Перенять опыт по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи в области лучевой терапии для тамбовских медиков очень значимо. В отделении радиотерапии каждый день проходит лечение порядка ста пациентов. И каждый по-своему уникален. Это как непрочитанная книга. Мы все это умеем, мы все это делаем. Но бывают уникальные случаи, и они требуют, безусловно, консультации специалистов. А тут приезжает такой специалист высокого уровня, поэтому он может, так сказать, помочь нам в этом плане. Далее он скорректирует наше лечение, потому что вид с другого специалиста, такой же специальности, будет большая помощь нашим врачам. В рамках нацпроекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» областным онкодиспансером было закуплено новое оборудование. С его помощью пациенты Тамбовской области могут получать высококвалифицированную медицинскую помощь, не выезжая в федеральные центры. В областном онкодиспансере работает ускоритель для лучевой терапии. С его помощью доступны сложнейшие методики облучения, в том числе и стереотоксическое облучение. Это облучение большими дозами небольших объемов опухоли за короткое время. Еще здесь функционирует линейный ускоритель такой конструкции, особенности которой значительно сокращают время самой процедуры. Олеся Павлова, Александр Чекмарев, Ольга Кириллова, Область новостей. С начала года на территории Тамбовской области зарегистрировано 50 дорожно-транспортных происшествий, в которых два ребенка погибли, а 52 получили ранения. Для того, чтобы предотвратить подобные случаи, региональные министерства образования и транспорта проводят профилактическую акцию «Говорящие тротуары». Все образовательные организации проводят усиленную профилактическую работу. В нее входят акции по предотвращению дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев на железнодорожных переездах и даже на воде. Все потому, что именно во время летних каникул дети часто оказываются без присмотра взрослых. Опасность подстригает практически на каждом шагу. Важно, чтобы школа, и мы ориентируем на это образовательные организации, чтобы школа научила детей безопасному поведению во всех бытовых случаях. К сожалению, в начале лета мы столкнулись с большим количеством случаев несчастных, ДТП с участием детей, особенно на вело, которые используют велотехнику, мототехнику, самокаты. Задача активистов – обойти весь перекресток улиц Советской и Интернациональной и перед каждым пешеходным переходом оставить специальные памятки по переходу пешком. Технология здесь очень простая. Сначала кладем трафарет, потом макаем валик в краску и проходимся по картинке. Кстати, краску предоставило областное министерство транспорта. Оно со специальными светоотражающими свойствами. Акция проводится в первую очередь для того, чтобы велосипедисты обратили внимание на правила дорожного движения и безопасно перешли дорогу. Кто-то последовал правилу, а кто-то решил проигнорировать. С последними представители ГИБДД и областного Минобра проводили беседу лично. Ведь только за последние полгода в регионе произошло немало ДТП с участием пешеходов. В структуре детской аварийности второе место занимает дорожно-транспортное происшествие, связанное с наездом на пешеходов. Всего в десяти таких происшествий девять детей получили ранения, один ребенок погиб. Это происшествие зарегистрировано на территории Жаксинского района, при котором водитель, находясь в нетрезвенном состоянии, допустил наезд на пешехода. При этом пешеход, в свою очередь, тоже допустил нарушение. Подхватили это профилактическое мероприятие школы и колледжи многих округов области. Так, в Тамбове участниками стали активисты волонтерского отряда «Милосердие» и студенты педагогического колледжа, в частности, учащиеся специальности защиты в чрезвычайных ситуациях. Мы, как студенты специальности защиты в чрезвычайных ситуациях, осознаем всю серьезность и травматизм нарушения правил дорожного движения по пересечению проезжих частей. Если вы будете нарушать правила дорожного движения, с вами может произойти беда. К примеру, вы можете упасть на проезжую часть, вас может сбить автомобиль, ну и другие иные серьезные последствия, которые могут принести вред вашему здоровью. Акция «Говорящие тротуары» реализована в рамках месячника «Безопасность дорожного движения», который проходит с 10 июня по 10 июля. Полина Мотовникова, Евгений Михеев, Данил Лычко, Область новостей. Выпускников Тамбовских техникумов и колледжей пригласили на старт карьеры. Так называется ярмарка вакансий, которую провел Центр опережающей профессиональной подготовки региона. Какие предложения сделали студентам потенциальные работодатели, расскажет Юлия Савушкина. Около 200 студентов колледжа и техникумов Тамбова, Котовска и Тамбовского района, а напротив – специалисты кадровых служб 20 крупных компаний региона. Последние нуждаются в новых сотрудниках и готовы предложить выпускникам СУЗов, которые сегодня стоят перед не менее важным выбором, вакансии. В любом случае, посмотреть всегда можно прийти, познакомиться, чтобы потом понимать, стоит возвращаться или не стоит. Правильно? Поэтому, заходите. На этой ярмарке можно найти вакансию практически на любой вкус. Работодатели представляют их по блокам. Это пищевые производства, транспорты, логистика, промышленность и информационные технологии. Встречу студентов с потенциальными работодателями организовал Центр опережающей профессиональной подготовки региона. Ярмарка вакансий и старт карьеры – своего рода кульминация недели трудоустройства, которая проходила в регионе. Это были мастер-классы, общение с службой занятости, общение с кадровыми службами. В общем, самые различные мероприятия, которые проходили у нас 5 июня. И сегодня у нас как раз-таки заключительный день этой, так называемой, недели трудоустройства, который, собственно говоря, стал ярмаркой вакансий. Независимо, новый это автомобиль или это автомобиль уже там с большим пробегом, за ним можно обязательно следить, ухаживать, как мы ухаживаем там, да, следим за своим здоровьем. Техобслуживание и ремонт транспорта для Саши Мартыненко – то самое направление. Юноша заканчивает обучение в колледже имени Солнцева по профильной специальности, да и вообще, что называется, болеет автомобилями. Мечтает оборудовать свой «Опель» первого поколения для занятий автоспортом и помогать в реализации желаний другим. У студентов еще будет время, чтобы обдумать предложения работодателей, а у тех ребят, что не успели или постеснялись задать важные вопросы кадровикам, будет возможность сделать это. Организаторы ярмарки-вакансии создали телеграм-канал, где будут размещены все доступные вакансии, а представители компании готовы выходить на связь. Юлия Савушкина, Олег Осипов, Евгений Мещеряков, Область новостей. В Тамбове пройдет благотворительный спектакль актеров театра на Таганке. Постановку «Я, Высоцкий, Владимир» покажут, чтобы поддержать маленькую тамбовчанку с редким заболеванием. У Оли Гуннер спинальная мышечная атрофия, генетическое нарушение, из-за которого наступает мышечная слабость. Еще совсем недавно люди с таким заболеванием жили недолго. Несколько лет назад появились препараты, способные остановить болезнь. Оля начала получать терапию одним из самых дорогих в мире препаратов. Детям в России такие инъекции делают бесплатно. Но для того, чтобы научиться вставать, ходить, восстановить утраченные навыки, Оле нужна реабилитация. Чаще всего родители оплачивают ее самостоятельно. В этот раз помочь девочке приедут московские актеры. Спектакль по книге «Воспоминания Марины Влади» уже показывали в Тамбове. Тогда благотворительная акция помогла поехать на реабилитацию молодому человеку из Маршанского района. В этот раз 20 июня в Театре драмы ждут тех, кто готов поддержать шестилетнюю Олю. Этот спектакль уже был в Театре неоднократно. Он собирал полные залы. Был аншлаг, можно так назвать. И очень хорошие отклики по этому спектаклю. Я хотел бы пригласить всех неравнодушных жителей на этот спектакль. Получить и удовольствие от вечера, и, соответственно, помочь Ольге, которая у нас поедет после того, как мы проведем этот концерт. И поедет у нас на лечение в Пензу. Билеты на спектакль в продаже в кассах театра. Начало 20 июня в 18.30. Экскурсии, мастер-классы, концерты. Всем этим были наполнены три дня у детских творческих коллективов из Новоайдара. Делегация из Луганской народной республики прибыла в Тамбов по приглашению главы региона Максима Егорова. А также в рамках социального проекта «Сказ о флаге российском». На отчетном выступлении юных артистов побывала Елена Хромова. «Созвездие талантов» – именно так можно назвать концертную программу, которую подготовили детские коллективы из Новоайдара. Зал Центра творчества и оздоровления «Космос» стал для них профессиональной сценой. Творчество – это один из главных источников радости. Своими знаниями, умениями и навыками из разных видов творчества со зрителями делятся ребята из Новоайдара. Для них это своего рода первые большие гастроли, на которых они себя чувствуют настоящими артистами. На несколько дней юные дарования сменили привычные стены районного дома культуры на камерный зал областного центра. А вообще они здесь, можно так сказать, в тишине развеялись, пообщались с детьми своего возраста. Потом, когда они… вот мы готовимся, готовимся, а сейчас нас не выпускают на сцену, потому что обстрелы, мы боимся массовых всех вот этих вот спектаклей, концертов. Поэтому дети готовятся, но не выступают. Поэтому они с удовольствием сюда приехали, чтобы выступить не только, как говорится, они даже не на своей, а на другой сцене. И с удовольствием прошли экскурсии. Все эти дети живут музыкой и творчеством. Их вкусовые пристрастия разнообразны. Александр Часников отдаёт предпочтение вокалу. В свои 16 лет он уже решил, что и в дальнейшем пойдёт с песней по жизни. Вообще, когда я выхожу на сцену, я как бы пропадаю немножко из мира, потому что мне очень нравится, я прям в музыке тону, я кайфую, я хочу связать жизнь с искусством. И также я хочу, чтобы зрителю, который смотрит на меня, чтобы ему было легко. Одним из зрелищных номеров стало выступление образцового фольклорного ансамбля «Лошкарей». Татьяна Загузова – куратор проекта «Территория дружбы». Знакомство с коллективом произошло полгода назад. Их мастерство сразу обратило на себя внимание. Вот только совершенствовать его было практически не на чем. К решению проблемы подключился лично глава региона Максим Егоров. По его поручению в Нижегородской области были изготовлены профессиональные музыкальные ложки. У декоративных ложек вот эти два элемента являются стыковыми. Эти ложки выполнены из цельного массива, потому что мы сами видели, насколько ребята, когда ими работают, насколько они легко ломаются и отлетают вот эти клеенные части. А сама структура вот этой профессиональной ложки позволяет воплощать всю свою энергию, все свое мастерство, не боясь, что инструмент будет травмирован. Самое главное, что память о Тамбовской земле и чувство вот этого дружбы, единения, что это не только формат просто проекта, который реализуется между двумя регионами, а реальная взаимоподдержка и реальные взаимоотношения. Чтобы творчество ребят развивалось и ими покорялись новые вершины, от имени главы региона коллективу была подарена очередная партия профессиональных деревянных ложек. Мы дополняем ваш арсенал еще большим количеством деревянных ложек, которые помогут вам слонко звучать на всей территории Российской Федерации. Одним из знаковых моментов вечера стал показ театрализованного спектакля «Сказ о флаге российском» в видеоформате. Проект «Грантовый» поддержан президентом Российской Федерации. Это совместная работа регионального отделения Союза семей военнослужащих России и Новоайдарского районного дома культуры. Они первый раз участвовали в проекте, не поняв, что к чему, зачем, почему есть какие-то требования. Для них это сложно. Но всеми общими усилиями мы все-таки это создали, сделали. Теперь их задача, этот спектакль, показать во всех клубах, а их 16 на территории Новоайдарского района, чтобы увидело как можно больше детей. Наша регион оказывает всестороннюю помощь в восстановлении мирной жизни Новоайдарскому району Луганской Народной Республики и словом, и делом. И эта работа, как и обменные встречи, будут продолжены. Елена Хромова, Евгений Михеев, Ольга Кириллова, Область новостей. Творить и создавать красоту своими руками. В Тамбове подвели итоги и наградили победителей конкурса декоративно-прикладного творчества «Город мастеров», который проводился в рамках проекта «Творческая студия. Ярмарка ремесел». О людях, творящих с душой и для души, расскажет Олеся Павлова. Работы Владимира Сасова в жанре анималистики стали победителями городского конкурса «Город мастеров». Серия кошачьей хищники выполнена в лессировочной технике. Это техника живописи, основанная на нанесении тонких полупрозрачных красок друг на друга. Владимир 30 лет пишет картины и теперь передает опыт подрастающему поколению, работая педагогом дополнительного образования в подростковом клубе. В свое время я был увлечен охотой, рыбалкой, видел вот этих зверей в природе. Как-то мне это показалось намного интереснее и необычнее, чем сейчас вот большинство художников пишет эти пейзажи одно и то же. А звери это как-то интересные. Ну, как-то они больше привлекают. Городской конкурс «Город мастеров» проводился совместно с Центром образования детей в рамках реализации проекта «Творческая студия Ярмарка ремесел». Этот проект получил грантовую поддержку президентского фонда культурных инициатив. Своей главной основной целью ставим создать такую площадку единомышленников, на которой все люди, которые занимаются декоративно-прикладным творчеством, так или иначе интересуются, пробуют в том или ином направлении себя или хотят побольше узнать об этом, хотят приобрести какие-то новые навыки. Вот мы их всех решили объединить. Но работа эта очень такая масштабная. Работа участников, а их более 30, в пяти номинациях оценивала жюри конкурса. В первую очередь они обращали внимание на эстетическую составляющую и сложность выполнения работы. Все, что делается руками человека, всегда особенно ценно. И этот конкурс тому подтверждение. Все работы – это новые находки и идеи. Они оригинальны и просто прекрасны. Победители конкурса в каждой номинации получили восторженные отзывы о своих работах и приятный бонус – денежные сертификаты. Олеся Павлова, Александр Чекмарев, Данил Лычко, Область новостей. Это то, о чем мы успели вам рассказать. Еще больше информации на нашем сайте и в группах социальных сетей. Напоминаю, телефон нашей редакции – 56 46 48. Всего доброго!